Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы посмотрим, как подключить к Arduino OLED дисплей. Поехали! Итак, у меня есть вот такой вот дисплейчик маленький, который у меня остался от одного проекта, который я хотел сделать, но так и не сделал. И этот дисплей у меня так и лежит. Он довольно маленький, всего лишь чуть больше 2 см в длину. И около 8 мм в ширину. Это рабочая область, где высвечивается само изображение. Довольно-таки удобный дисплей. И у него, как мы видим, всего лишь 4 контакта. 2 контакта питания и 2 контакта шиноданных. То есть шина I2C. Итак, мы подключаем все это дело к Arduino. Берем шлейф, включаем к нашему дисплею. И теперь подключаем это все к Arduino. Так, в проводах разобраться еще. Так, минус питание, это понятно. Ground. Теперь по питанию. Эти дисплеи, они довольно универсальны. То есть их можно как к 5 В подключать, так и к 3,3 В. То есть они нормально себя чувствуют в обоих типах напряжения. То есть если я включу в 3,3, он нормально будет работать. Ну и я сейчас ее включу в 5 В. Пускай так работает. В принципе, разницы нет. Можно и так, и так. Делайте как вам удобно. Очень хорошая вещь. Ну а дальше подключаем просто SCL и SDA. Так, нет, неправильно. Сейчас исправим. Есть, подключили. Так, теперь мы сейчас дисплейчик как-то зафиксируем, чтобы его видно было. Все, лежит. Теперь перейдем к скетчу. Итак, ну давайте для тестов, для примера загрузим скетч в стандартной библиотеке. Ссылка на библиотеку будет в описании. Библиотека U8-G-Live и здесь график тест. Мы запустим и здесь посмотрим. Так, ну понятно, вначале идет подключение самой библиотеки. Дальше идет целая куча разных контроллеров с разными типами инициализаций для каждого контроллера. И среди них всех нужно найти ваш контроллер, который стоит в дисплее и нужную инициализацию. У меня SSD 1306, 128 на 32. И вот мы подключаем по I2C. Раскомментируем эту инициализацию и просто прошиваем прошивку в наш контроллер. то есть нашу Arduino. Прошивка пошла и... Вот что мы видим. Тестовая графика. Довольно-таки яркий дисплей, довольно четко все прописано. На камеру оно не видно, так цвета от яркости всплываются, все вместе смешивается. Но для глаза пиксели очень четкие, довольно-таки классно получается, классный дисплейчик. То есть можно его использовать. Видите, все элементарно просто. Подключили, два провода подсоединили, включили библиотеку и дело пошло. Ну, давайте попробуем сейчас его дисплей подключить на другое питание, на 3,3 вольта. Посмотрим, как он от этого питания будет работать. Сбрасываем Arduino. Ну, как видите, разницы нету. Точнее говоря, и в свечении пикселей есть разница, но она настолько мизерная, что для обычного глаза практически незаметна. Поэтому спокойно дисплей себя чувствует в обоих типах питания. Вот такой вот классный дисплейчик. Можно какие-то часики с него сделать. Пригодится. Ссылка на дисплей тоже будет в описании. Ну, давайте попробуем разобраться в самой библиотеке. Понятно. Вначале нам нужно подключить библиотеку. Прописали ее include. Все. Библиотека есть. Дальше идет инициализация нашего контроллера, нашего дисплея и тип подключения. Как вы уже видели, с примера выше в библиотеке можно посмотреть целая куча контроллеров. Около, не знаю, там сотня, может меньше. И типов подключения. Поэтому выбирайте, который у вас. Контроллер, какой тип подключения. Дальше идет функция draw, в которой будут прописываться все нужные графики. Вот здесь эта функция. Сюда мы будем команды вводить. Сетап и луп. В лупе идет в основном цикле программы идет вызов на прорисовку графики вот этой командой. Все, что между этим. Здесь, что здесь внутри написано. Все будет рисоваться. Но я все вынес в draw. Ну и паузу, чтобы не напрягать контроллера, а вводить только тогда, когда нужно. Ну а сюда мы будем прописывать команды. Ну, начнем. Самая первая. Самая первая команда это вывод какого-нибудь текста. Какого-нибудь значения. Для начала нам нужно выбрать шрифт. То есть мы говорим, что мы будем выбирать шрифт и пишем конкретный шрифт. Шрифтов в библиотеке больше сотни. Можно есть чего выбрать. Дальше позицию. x и y. Куда будем писать. И что будем выводить. Можно писать как текст, так можно выводить значение переменной. Прошиваем. Смотрим, что у нас выдаст. О, написала. Кстати, шрифты есть русифицированные, но их надо искать. Какие из них русифицированные, я не знаю. Их больше сотни. Подбирать довольно сложно. Так. Давайте попробуем что-то еще. Теперь можно выбрать цвет. Цвет выбирается из двух типов. Ноль, либо один. То есть, либо пиксель светится, либо не светится. Это удобно, если нужно прописать картинку или текст на каком-нибудь светящемся, то есть, черным на светящемся прописать. Какие еще есть функции? Вот есть команда. Вместо функции print можно писать команду drawstring и тоже выводится в позиции x, y. Только эта команда выводит статический текст. И можно выбрать угол поворота для этого текста. 90, 180, 270. Вот такое. Дальше что? Можно нарисовать пиксель. Понятно. Пиксель, x, y. Координаты ничего особенного. Все и так понятно. Прошиваем. Точка загорелась. Ожидаемо. Какая следующая команда у нас есть? Следующая давайте мы посмотрим, пробуем, что у нас следующее. Можно будет. Ну, раз уже пошли рисовать, давайте нарисуем линию. Тоже линия, все понятно. x, y. Начало линии, x, y конца линии. Ну, давайте любые первые попавшиеся значения попробуем прописать. Допустим, 35, 25, 14. Ну, смотрим. Ну, вот нарисовалась какая-то маленькая линия. Все понятно. Идем дальше. Так, следующее, что у нас будет, это у нас можно нарисовать линию, но эта линия уже идет необычно. Видите, здесь только три данных. Эта линия рисует горизонтальную линию, команда горизонтальную линию через точку в указанных координатах. То есть, мы здесь пишем координаты точки конкретной. То есть, у нас будет точка, например, в координатах 40 и там 20. И через эту точку будет проходить горизонтальная линия, которая будет, сейчас мы укажем ей длину, 46 пикселей. То есть, центром этой линии будет координата 40 и 20, а линия будет длиной 46 пикселей. Ну, вот то, что у нас получилось. Вот такая команда интересная. Дальше идем. Рисуем. Дальше два квадрата. Один фрейм. это рамка и вторая бокс. Фрейм это чистая рамка, квадрат, который внутри не закрашенный. Бокс это рисуется закрашенный квадрат. Первый x, y это координаты правый, левый верхний угол начала прорисовки, а дальше идут две координаты, точнее говоря, не две координаты, а два значения размеров наших квадратов. То есть это не конечные точки x, y вторые, а чисто координаты. Какие будут координаты у этой, точнее, координаты, извините, какие размеры будут, какая будет ширина, какая будет высота этих квадратов. Ну, вот то, что мы увидим, что мы получили. Дальше мы рисуем круг. Круг мы тоже рисуем в точке и какой будет радиус. Ну, допустим, 7 пикселей. И тоже круг бывает двух типов. Просто круг и диск. То есть круг контур наружный и диск внутри зарисованный. Вот я нарисовал координаты. И также у них есть опции. Опции это можно нарисовать часть, четверть круга. И тут конкретно какую-то левую, правую, верхнюю, нижнюю и четверть круга. Либо полностью круг. Если опция не указана, то будет рисоваться полный круг. Но давайте какие-нибудь опции попробуем поставить. Вот для части круга мы нарисуем такую опцию. А для целого зарисованного кругом мы возьмем допустим две опции поставим. Две части круга например эту. И через вертикальную линию ставим вертикальную линию и пишем другую опцию какую-нибудь еще дополнительную. То есть у нас будет выводиться две части круга. Давайте вот эту поставим. Все. Теперь нам лишний текст надо удалить. Чтобы ошибок не было. Прошиваем. так ошибка в чем ошибка. Я неправильно прописал тут C должно быть. Итак прошиваем смотрим что у нас получилось и у нас получилось таки два прикольных круга. У одного четверть прорисованного второго две четверти прорисованного. Прикольно получилось. Смотрим дальше что у нас есть. Теперь можно вывести какую-то графику картинку нарисовать. Но я сам не буду ее сейчас вручную набирать. Я возьму уже готовый пример. Например XBM открою. Здесь найдем нашу init для нашего контроллера. Где он? 16.03 Вот он 16.03 и I2C. Так раскомментировали. В принципе здесь ничего менять не надо. Смотрим здесь по Define поставлены высота и ширина картинки. То есть их в принципе можно будет указать и можно как за Define поставить. И дальше вот таком двоичном коде в смысле 16-ти ричном закодирована картинка. И она это все в функцию выкинута. То есть вот это у нас картинка. Есть программа для конвертации картинок. Я потом дам ссылку. Ссылка будет ниже в описании. Ну и дальше в цикле Draw мы видим вызов команды для прорисовки картинки с координатами 0-0 ширина высота и ссылка на вот нашу картинку которую мы здесь придумали. ну и ну и как обычно вызов функции Draw прошиваем и мы видим вот прорисовалась картинка логотип библиотеки. Так что довольно просто ну очень классный дисплейчик красивый яркий ссылку на программку которая конвертирует изображение я дам здесь там также будет ссылочка на статью где все эти команды прописаны. В общем классный дисплей очень удобный вам желаю успехов и удачи всем пока подписывайтесь